Практическая психология В эфире программа «Практическая психология» в студии семейный психолог Надежда Бушмелева и я пригласила сегодня обсудить тему делового общения Марию Огарёву, известного тренера, ведущего мастер-класса «Профессиональное обучение». Маша, здравствуйте. Здравствуйте. Маша, много что почитала о вас, много что узнала о вас. Сейчас хочу с вами как с личностью познакомить всех слушателей нашей радиостанции и надеюсь, что вам наши слушатели тоже будут интересны и полезны, потому что у нас есть уже такая обратная связь, у меня есть несколько историй от наших слушателей, которые тоже хотели бы услышать ваше мнение по поводу как специалиста в искусстве общения. Здравствуйте еще раз. Еще раз здравствуйте. Маша, считаете ли вы, что успешная личность в базовой своей основе содержит умение общаться? Вот, вроде бы, кажется, моя формулировка должна сразу же сказать нам ответ. Да, конечно. Да? Но ведь есть... Обязательно. Обязательно. Вот смотрите, например, сегодня завтракая с сыном, которому 14 лет, он рассказывает свою историю, и я ему говорю, понимаешь, все равно надо будет, как бы неприятно было тебе, может быть, общаться с этим человеком, но надо учиться общаться. На что она говорит, мам, слушай, вот монахи ушли, они общаются с Богом, они общаются сами с собой. Зачем им искусство общения, если они вокруг себя не видят людей? Ну, начнем с того, что монахи общаются, просто они выбрали себе для общения максимально удобных, скажем так, персонажей. Это либо Бог, либо я сам. Почему бы не поговорить с умным человеком, со мной самим? Хорошая позиция. То есть, естественно, если выбирать такую позицию, если выбирать такую позицию монаха, то здесь идеальное общение. Ты сам себя слушаешь, ты сам себе говоришь, и ты сам у себя выигрываешь. Да, сам себя убеждаешь или сам с собой споришь. Конечно. Но мы ведь не монахи, мы живем среди людей. Мы не только живем среди людей, мы еще и должны существовать вместе. С советских времен было принято, что личности человека практически не существует. Мы нас рассматривали, в советское время я уже подсказываю, уточняю, нас рассматривали как некий винтик, некий социальный элемент, некую семью рассматривали как социальную структуру. А коллектив рассматривали как социальный механизм, система. Личности не было. А вспомни, пожалуйста, Наденька, 20 лет назад слово психолог было ругательным. Да. Слово психотерапевт... Это вообще было страшное что-то. Это вообще что-то страшное. Если на прием записаться к психотерапевту, то, соответственно, твоя жизнь уже закончена. Ты уже никуда не попадаешь. Практически автоматом. То есть, соответственно, если сейчас мы берем наш социум, он такой яркий, он такой красивый, он такой сочный, все хотят быть личностями. Что такое личность в первую очередь? Это открытый человек, который умеет общаться. Мы дети социума, мы живем в социуме. Если мы хотим быть признанными, мы должны признать этот социум и жить совместно с ним. Вот этому умению я как раз и учу. Хорошо, Маша. Вот смотри, мы сейчас перешли от системы к индивидуальности. Вот мне даже просто сейчас лично твое мнение интересно. Ты считаешь, индивидуализм – это эгоцентризм, и это в какой-то степени все-таки дальше будет кругом в нашем социуме один индивидуальнее другого, один харизматичнее другого. Не получается ли так, что ты циклишься сама на себе или сам на себе, и ты в итоге… Вот как раз моменты коммуникации очень сильно нарушаются. Я сейчас опущусь на уровень, опять-таки, знаешь, подростков. Разреши мне это сделать. Вот, например, такая история. Если мы в советское время, как ты говорила, там каждый должен был помочь тебе. Да, я вот помню, что я решала задачу за себя и за того парня, потому что я понимала, что вот мы класс, мы коллектив, и нам нужно помочь. А вот у того парня не получалось задачи, да? И вот история, которая… А не проще ли было с парнем сесть после уроков и проработать эту тему? Ну вот. Это, я думаю, что самая продуктивная помощь, потому что у него что-то останется в голове. Ну, я не думаю в то время, что парень вообще собирался оставаться после уроков и со мной что-то прорабатывать. Ему главное, чтобы контрольная на тройку была написана, и все, да? А тебе самое главное, чтобы он тебя потом за косичку не дергал. Да я вот это сейчас не помню. Ну, скорее всего, да. Больше, да. Или занимать какое-то положение в классе. То есть Надя такая хорошая, она всем помогает, она никого не сдает, никому не навязывается. Она такая хорошая и всегда придет на помощь. Хорошо. Значит, я себя уже поняла в этой истории. И вот история совсем... Ну, ты правда очень хорошая. Спасибо. И история совсем недавно, которая случилась, было задано очень-очень много предметов моему ребенку. Я говорю, слушай, ну, давай мы попросим кого-нибудь, вот ты вот это, это сделала, вот это уже все, второй час ночи не успеваем, да? Ну, давай мы завтра с тобой попросим кого-нибудь из одноклассников, чтобы ты, ну, или из ребят, которые, да, чтобы они просто тебе дали списать. Он говорит, ну, давай, вот, может, там в другом классе есть там девчонка-отличница, мы ее можем попросить. Значит, и я так знаю маму о девочке-отличнице, я ей пишу и говорю, что, ну, на следующий день что, если не сложно, вот можно ли у вас это списать? И мама говорит, я ничего не могу сделать со своей дочерью, потому что у нее позиция конкретная. Я никогда никому не даю списывать, я, пусть каждый сам за себя, вот, я выплываю, а они там пусть барахтаются. И я понимаю ее ситуацию, да, это же труд, это же, ну, чтобы сделать что-то, это же потратила время, это ее, да, конкурентное преимущество, да. И вот я рассказываю ему, в наше время, вот можно было там сделать так-то и так-то, и мы как-то к этому нормально относились. А вот ваше время, во время индивидуалистов, да, это уже не прокатит. Ну, давай разберем эту ситуацию. Во-первых, ситуация с этой девочкой. Если девочке это знание дается тяжело, да, бывают отличницы двух категорий. Первая отличница, которым просто легко быть отличницами, они изначально выше уровнем, да, по интеллектуальным каким-то показателям. Соответственно, для нее это не труд, и ей списать, дать другим легко, потому что ценности нет. Но если эта девчонка сидит и корпит до трех часов ночи, то, соответственно, ей обидно, почему она сидит до трех часов ночи, мальчишки сидят в интернете, и почему-то она должна им списать, дать. Но логически ее понять можно. Следующий момент. Она дала списать одному человеку, к ней обратился следующий человек, и по большому счету она оказывает всем такую, скажем так, не очень хорошую услугу, потому что она учится, она растет, а ребятки у нее просто списывают, и это уже превращается в некую круговую поруку. А здесь еще следующий вопрос. Гораздо все проще. У нас очень хорошие учителя. Действительно, вот, например, мой ребенок учится в Клёне, и я рада, что ей честно ставят тройки и двойки, потому что именно благодаря тому, что у нее есть тройки и двойки, а теперь есть электронный журнал, я смотрю, как у меня ребенок делает уроки. И мне очень важно, что после школы останется у нее в голове, что вообще остается у нее в голове. Не нужны эти надутые четверки-пятерки. И учителям можно просто написать записочку от мамы, что ребенок по таким-то, таким-то причинам не может сегодня сдать эти домашние работы, завтра или там в субботу, или в понедельник, да, после выходных, он все эти косяки закроет, и будет хорошо учиться дальше. Опять-таки вопрос о коммуникации, да? Хорошо, но все-таки я возвращаюсь к теме «система», да, когда мы все друг за другом, или же система не работает, каждый индивидуален, и каждый сам на себя тянет одеяло. Наденька, ты опять разделила на две части. Либо-либо. А можно и то, и то? Необходимо и то, и то. Любой коллектив складывается из индивидуальности. А вот когда я рассказываю про психотипы, я думаю, что я уже всем просто плеш проела, да, Господь нас создал всех настолько разными, чтобы мы закрывали все точки соприкосновения и закрывали как раз все социальные стороны, социальные роли. Поэтому коллектив, он не должен состоять, как советское время, из всех, кто встали и построились. Кто-то для того, чтобы родить гениальную идею, кто-то для того, чтобы ее презентовать, кто-то для того, чтобы ее решить, как реализовать, кто-то для того, чтобы всех построить в колонны и линуться реализовывать эту идею. И есть даже такие люди, которые созданы просто для того, чтобы отдохнуть от всех идей. Мы настолько разные, у нас 7 миллиардов разных. И искусство общения, профессионального общения, это стремиться знать свою индивидуальность, но не зацикливаться на себе. Я личность, я такой крутой, я всё могу, я всё хочу. Смотрите на меня все, падайте на колени вокруг меня. Наоборот. Человек должен знать себя, знать свои индивидуальные места именно для того, чтобы учиться давать в общество свою индивидуальность, быть максимально полезным и быть максимально конкурентным. Как раз профессиональное общение – это способность всем уживаться и получать удовольствие от процесса, получать радость от процесса, который происходит. Если человек эго помешан только на себе, значит, что-то случилось в его жизни не так, значит, кто-то его обидел, значит, ему необходимо нести эту корону и прятать за эту корону то, что он боится показать. И здесь как раз ещё большая работа необходима. Необходимо достать, откуда это у человека. Если у человека всё хорошо, он расслаблен, он идёт миру навстречу, и ему все люди нравятся, ему со всеми людьми комфортно. И поэтому, так как ему комфортно, он комфортен всем остальным. Вот это и есть профессиональное общение – принятие себя и принятие всех остальных. Основа общения закладывается в семье, правда? К сожалению, она должна закладываться в семье, она должна закладываться в социуме, она должна закладываться в школе. Нас должны с первого класса учить не только математике, не только русскому языку, не только… Сейчас очень много предметов, связанных с какими-то интересными факторами, интересными какими-то… История такая, история такая, общество знания, очень хорошая, кстати, наука, но у нас нет науки человековедения, у нас нет науки общения, у нас нет науки социализации, к сожалению. Если бы наших деток уже в школе, с первых классов учили, как быть полезными в социуме, как в социуме развиваться, как быть успешными в социуме, как сосуществовать вместе грамотно, я думаю, наше общество бы только от этого выиграло. Хорошо, но у нас теперь есть тренинги, есть мастер-классы, есть просто встречи с интересными людьми, которые тебе могут вот это уже проработанное, перебранное, прямо по зернышку вложить, можно сказать, и ты прожуешь, примешь или не примешь, и можешь этим пользоваться. Вот почему у тебя получилась такая идея, откуда у тебя возникла эта идея, что я готова теперь научить людей деловому общению, у меня есть семь волшебных часов, и если вы их проживаете вместе со мной, вы выходите, и вы это пользуетесь, это используете. Уверенность, я могу так сказать, Наденька, на сто процентов уверен, только дураки. Сказать, что ребята, это такая панацея, это волшебная таблетка, вы придете ко мне, я семь часов вам пропарю мозг, и после этого вы будете все идеально общаться. Я вам сразу скажу, нет, такого не произойдет. Мне нужно занять активную позицию. Да, давай. Нет, я имею в виду, мне нужно, чтобы я получил результат, я должен к тебе прийти и занять активную позицию. Не просто посидеть к тебе послушать, не просто посмотреть. Я, во-первых, сразу же стараюсь активную позицию дать. Мне важно общаться. Вот именно через активное общение я могу дать этот навык. Но это не значит, что семь волшебных часов, вы прослушаете мой мастер-класс, мы с вами пообщаемся, и с завтрашнего дня у вас начнет меняться картина мира. Вы должны менять картину мира. Вы должны работать над тем, что получили. Я способна дать вам знания, но прорабатывать это знание должен каждый человек сам. Нет панацея. То есть это не Виагра, которая потом поднимет мужчину на суперуспешность, суперпопулярность среди женщин. Нет. Это навык, это знание, это опыт, проработанность полученным результатом, соцененным результатом, аналитически проработанным заново результатом, доведённый до некой системы, которую можно и нужно использовать. Она необходима. Но использовать каждый её должен сам. То есть мы сразу же возвращаем ответственность, да, человеку, который пришёл. Конечно. Который пришёл, он должен понимать, что... И я рассказываю о механизме раба, я рассказываю о механизме жертвы, да. И, соответственно, я рассказываю, как лишить себя менталитета раба, менталитета жертвы. Естественно, первый способ лишения себя этого менталитета это перестать плакать, какие мы несчастные, и как за нас всё решили другие. Человек волен решать сам свою судьбу. Человек несёт ответственность. Если у человека всё плохо в жизни, виноват сам человек. Если у человека всё хорошо в жизни, молодец, он этого добился. То есть, соответственно, у нас всегда и везде индивидуальная ответственность за наши поступки. Хорошо. Итак, мы не учились этому в школе, мы не учились этому в институте, мы не научились этому в семье. Никогда не поздно учиться? Никогда. То есть, если, например, к себе приходит человек, которому там 60-70 лет, он говорит, знаете, я вот прожил, и понимаю, что я не умею до сих пор. Я даже не умею с внуками своими нормально находить общий язык. Чаще всего, да, ко мне подходят люди в таком возрасте, они не задают такого вопроса, я понял, что я не умею. Они чаще всего, люди, которые приходят в этом возрасте, они понимают, что что-то не так. Они понимают, что им чего-то не хватает. Либо там человек, который подходит, он просто говорит, я не понимаю своих внуков, я не могу наладить отношения со своими детьми, я не понимаю, что мне делать дальше в жизни. То есть, вот какие-то такие моменты. И опять же, я говорю, что я не панацея, я не волшебная таблетка. Я могу поговорить, я могу рассказать, я могу посмотреть по фотографиям на деток, как лучше к ним подступиться, проговорить какие-то элементы, моменты. Но я всё-таки не семейный психолог, как ты, больше я занимаюсь общением в бизнесе, успешным общением. Соответственно, естественно, что в 60-50 лет сложнее человека научить, не потому что способов нет, а потому что человеку уже тяжело учиться. Человеку уже тяжело воспринимать этот мир. У него уже огромный начитанный вот этот исторический опыт свой собственный, который является для него некой догмой. И эту догму переломить очень сложно. Вообще, идеальный возраст для того, чтобы обучаться, для того, чтобы получать какие-то знания, это от 25 до 30-31 года. Я рассказываю о возрасте, о влиянии возраста на личность, тоже подробно рассказываю, подробно рассказываю, как с людьми в определённом возрасте, как грамотно общаться. И всем, кто приходит и говорит, мне 29 лет, я говорю, ура, у тебя остался ещё год. За этот год, если ты приобретёшь навык познавать мир, ты поймёшь за этот год, что ты ничего в этом мире не знаешь, и тебе ещё так много надо, если у тебя проснётся голод к знанию, голод к умению, голод к желанию, до 30-31 года у нас формируется потребность социализировать себя в жизни. Если эта потребность до 31 года созрела, она будет всю жизнь. И человеку в 60 лет можно быть молодым разумом, можно двигаться вперёд. Если человек до 30 лет не приобрёл этот навык постоянно быть, скажем так, гибким с обществом, постоянно с обществом быть на связи, нуждаться в этом обществе, ему уже, конечно, тяжелее. Но говорить, что всё там, девочки, которым там, или мальчики, которым больше 30, всё, вы уже ничего не увидите, ничего не оцените, нельзя. То есть в любом возрасте можно получить информацию, в любом возрасте можно оперировать эту информацию, в любом возрасте можно расти, и в любом возрасте можно учиться общению. Другое дело, что есть у нас действительно возрастные такие рамки, в которых это получается намного быстрее, интенсивнее и продуктивнее, что немаловажно. Перейдём мы сейчас с тобой больше на такой бытовой уровень. Подростки, старички, пожилые люди обсуждали. А теперь мне хотелось бы как раз перейти к деловому общению. Когда у тебя была самая идеальная команда, как ты думаешь? Я надеюсь, она у меня ещё будет. Я не хочу ставить себе пределы. Я надеюсь, она у меня ещё будет. И я сейчас занимаюсь, заново собираю большую команду под большой проект. Я надеюсь, что очень многие ребята, которые со мной уже работали и были в моей команде, и они уже присоединяются ко мне. И я надеюсь, что лучшая команда меня ждёт впереди. Отлично. Маша, что для тебя такое команда? Вот хочется, чтобы тоже такое, знаешь, дала определение, да? Потому что, смотри, деловое общение, оно ведь великолепно работает в слаженной команде, да? Когда, вот как ты говорила, один механизм помогает другому. Я тут ничего умного сама не скажу. Я просто изучала Королёва, изучала его опыт. Я вообще пропагандирую российский и социалистический опыт управления. У нас были шикарные топ-менеджеры. У нас были шикарные топ-менеджеры пятого уровня. То есть ты не про западные у нас такой, да? Я, наоборот, что-то беру с запада хорошее, но пытаюсь всё-таки сказать, что, ребят, давайте отходить от запада. Это какое-то клише, которое нам с вами не нужно. Нам нужны технологии, которые отработаны в Америке. Нам нужны технологии, которые отработаны с западом. Но мы Россия, мы совершенно другие. Причём у нас ещё не только мы Россия, да? Мы Вятка, например, да? Тоже можно разделить. И у нас тоже есть некие свои принципы построения команды образования, свои принципы отношения к общению, отношения к людям. Они очень крутые, они очень замечательные. Мне очень здесь нравится. Я люблю этот город. Я уже считаю себя кировчанкой. И, соответственно, что такое для меня команда, да? Ну, во-первых, я всех, всю свою команду соединяю такой большой-большой радостью. Это тоже по Королёву. Мне он близок, поэтому я буду всё-таки говорить о нём, да? А для нас это будет открытием, да? Королёв в своё время вынес идеальную формулу. Необходимо набрать команду людей, заражённых идеей, которые хотят что-то сделать, которые могут что-то сделать и которые желают раскрыться. И самое главное, когда ты собираешь эту команду, поддерживать вот это вот стремление идти вперёд, это стремление раскрываться, это стремление реализовываться, это стремление быть счастливыми. Мы не животные, нам не нужно только кушать, извините меня, заниматься там сексом, где-то спать и что-то делать. Нам нужна идея, нам нужна великая цель. Мы люди, мы должны гореть, мы должны идти вперёд. У нас есть вот эта вот искорка, да, заложенная сверху, которая нас отличает от животных. Мы должны себя реализовать. В социалистическое время эту искорку очень хорошо использовали. Вспомни, пожалуйста, да, вот наше с тобой детство или то, что, ну, кто помоложе, может быть, им расскажут родители, когда ехали осваивать целину. Мне когда мама рассказывала, как собирались молодые семьи, загружались в вагоны, в грузовые, перевозили всё в целину, там их выбрасывали в эти все голые поля, и они были счастливы. И они этим жили. Они не жили тем, что надо купить машину в кредит покруче. Они не жили тем, что надо купить себе лабутены или новые джинсы. Они не жили тем, какое кино сегодня посмотреть, да, они жили тем, что я сделаю. И что я оставлю после себя. И что я оставлю после себя. Это, к сожалению, сейчас мы живём в мире отсутствия идеалов. Об этом я тоже очень много говорю. Это очень плохо. Нам необходимы идеалы, нам необходимы ценности. Мы люди. Хорошо. Вот ты создала команду. Это тоже, наверное, целое искусство, о котором ты, в принципе, рассказываешь, да, на своём мастер-классе. Нет, команда образования на мастер-классе не рассказываю. Не рассказываешь, да. Это такая отдельная тема. А если углубиться ещё и в эту тему, мастер-класс будет 30 часов. Ну вот есть куда расти ещё, да, расширяться. Есть с чем к тебе приходить в гости. Отлично, буду ждать. Итак, Маша, тогда получается, вот есть люди, с которыми я готова работать, да, но у каждого свои проблемы, у каждого свои заботы, у каждого, может быть, да, своё настроение. И уровень общения тоже у каждого. Вот как эту команду заставить или убедить, или направить, да, чтобы она правильно, грамотно, с помощью общения, чтобы она давала отличные результаты. Вот сейчас, Наденька... Ведь у тебя это в жизни было, правда? Да, у меня это было не один раз. Я сразу просто, так как ты семейный психолог, а я всё-таки занимаюсь руководством, командообразованием. Поэтому я тебе говорю, что есть такая сфера, в которой ты знаешь больше меня, а я знаю больше тебя. Конечно. Ты когда сегодня сказала, как их направить, как их заставить, как их попросить, это вот вятское. У нас, к сожалению, руководители считают, что необходимо заставить, направить, упросить, что-то сделать, но сделайте, пожалуйста, а ещё посмотреть на настроение, заразить идеи, сделать счастливыми, подарить маску профессионала. Маска профессионала, это вот как раз есть этот элемент у меня в мастер-классе, я ему там уделяю, наверное, 30 минут, дарю эту маску, чтобы она у каждого была в кармане каждое утро. Это отношение к жизни здравое, это отношение к людям вокруг себя здравое, это понимание, зачем я прихожу на работу, понимание, что я хочу сделать, понимание и осознание того, что я не прихожу, мои проблемы на работе никому не нужны. Мои болячки миру не нужны. Нужен я, нужно моё позитивное мышление, нужна моя энергетика. Если человек понимает, что он действует не нытьём, не катанием, а идёт с улыбкой, с энергией, он победит весь мир. Вот видите, тут у нас есть вятские, есть не вятские. Вот смотри, к тебе приходят вятские. Всякие, разные, и раньше были всякие разные. Да, и вот они пришли, и у каждого ведь свои вот эти рамки, у каждого свой этот отпечаток. В чём твой секрет, почему у тебя получается, а у других, например, нет? Ну, это не секрет, опять же, это наработки. И если мы возьмём, я начинаю управлянцам всегда говорить, что если вы только начинаете делать первые шаги в управлении, если вы только начинаете какие-то попытки делать в управлении, почитайте Максима Батарева, «45. Татурок менеджера». Это такая, скажем так, низшая ступень, очень хорошая, очень грамотная, но которая вас мотивирует учиться управлять. И вот я как раз не хочу больше говорить о себе, да, а то это как-то нескромно. Я немножко поговорю о других. Вот Максим Батарев, у него есть огромный-огромный плюс, в том числе и в этом маленьком произведении, достаточно подробном, достаточно таким, скажем, попсовым, но очень именно поэтому гениальным. И, соответственно, он сказал, что в команде для того, чтобы она была грамотной, должен быть свой язык. В команде должны быть свои принципы. В команде должна быть своя некая система общности. Её необходимо настроить, её необходимо создать, её необходимо поддерживать. Вот если любому руководителю на любом уровне удастся создать эту систему, удастся ребят, свою команду, неважно, большая она или маленькая, встроить в эту систему, заразить этой системой, подарить им эту систему, команда будет работать. Если системы нет, система общения, система принципов, система взаимоуважения, отношения бережного друг к другу, отношения качественного к работе, извините, коллектив будет мёртвым. Интересно. Маша, вот сейчас хочу поинтересоваться следующим. Так как у нас слушают, я бы сказала, очень огромная возрастная разница, есть слушатели, которым по 14 лет нас удовольствием слушают, есть люди, которые уже, как говорят, 100 раз по 18 уже было. Если молодой человек говорит о том, что у меня всё время не складывается с девушками, у меня всё время не складывается с директорами, всё девушки какие-то странные попадаются, и директора тоже какие-то всё странные попадаются, вот здесь мы куда можем отправить человека? У меня был такой случай, ко мне пришёл молодой человек, но, скажем так, случаи были не один раз, но вот как раз собеседование было с молодым человеком, который мне пришёл и начал говорить, Мария Николаевна, вот я работала на такой-то работе, директор такой плохой, меня не понимают, меня не хотят понять, не хотят слышать, потом я пошёл на следующую работу, я сразу своими идеями, эти идеи никто не поддержал, я никому не нужен, ничего не хочу, я пошёл на следующую работу, там ещё хуже руководитель, и они меня тоже не понимают. Весь вопрос в том, что мне надо мальчишке объяснить. Естественно, я такого мальчишку на работу не возьму, это первое. Секрет общения заключается в том, что как ты несёшь информацию тоже, да, и, соответственно, в первую очередь, чему я учу на профессиональном общении, это знать себя и знать свои приоритетные стороны, и понимать людей, и ценить людей такими, какие они есть, а не искать в них плохое или хорошее, да. Соответственно, когда ты приходишь в организацию или в компанию, ты приходишь к руководителю, его нельзя рассматривать на хорошего или плохого. Понял, не понял. Ты можешь понять, это мой руководитель, это моя команда, я в неё вписываюсь или я в неё не вписываюсь. Они жили до тебя, они будут жить после тебя. Весь вопрос в тебе. Тебе это нужно или нет? Поэтому мальчишки, подростку, которые не понимают девушки, не понимают в компании, скорее всего, это шизоид. Необходима помощь, необходимо с ним просто поговорить, рассказать ему о том, какой он замечательный, чтобы он наконец-то полюбил и принял себя. А через это всё он полюбит и примет весь мир. Хорошо, теперь хочу несколько зарисовок, которые наши слушатели кинули мне в социальных сетях в личку. Итак, не могу найти общий язык с сыном 16 лет, живёт сам по себе, своими компьютерными играми, семьёй и учёбой совсем не интересуется. Подпись Тамары 50 лет. Что можно сделать? Потому что я там в преддверии написала, что у меня встреча со специалистом, который знает об общении всё. И может... Ну, не всё, я учусь знать. Отлично. Это хорошо, когда мы всегда учимся. Что вот можно прямо понять тем нескольким словам? Вот я, например, сразу же сейчас поймала на мысль. Живёт сам по себе, запятая, своими компьютерными играми. Так всё-таки сам по себе или компьютерными играми, да? Ну тут смотри, ещё идёт у мамы замечательное противопоставление. Противопоставление. Я не могу найти с ним общий язык, он живёт своим. Если ты хочешь найти общий язык, значит, сделай его вашим. Значит, попробуй понять, что ему интересно, даже на его уровне. Пусть этот уровень тебя сейчас не устраивает. Мы не говорим о том, что плохо или хорошо. Хороши ли компьютерные игры, хороши ли подростки, какой у нас сейчас социум. Есть конкретная задача – наладить диалог с сыном. Есть мама и есть сын. Есть мама и есть сын. Есть прекрасные 16 лет, когда ещё эта возможность существует. Во-первых, ты как психолог, занимающийся семьей, понимаешь, что такое возраст 16 лет. Мы, к сожалению, нашим детям в 15-16 лет нужны только для того, чтобы мы что-то покупали, чем-то кормили, и что-то вроде мебели, которая не достаёт. Это нормально. И в подростковом возрасте как раз к этому надо относиться нормально. Мне самой тяжело. Моя 15, и мне очень тяжело, что я для неё как мебель. Но я просто стараюсь сейчас это понять. А если всё-таки мама хочет наладить этот контакт, пусть она обратится сначала к прошлому, что привело к тому, что этого контакта не стало. И, соответственно, работу над ошибками не поздно сделать. Пусть она берёт ответственность на себя и поймёт, что, может быть, в каких-то моментах у них может возникнуть не своё и его, а общее, семейное. Какие-то общие моменты, пусть она вспомнит какие-то ценности, которые важны двоим. Вот у меня, например, ребёнок, когда он совсем уходит в тупик, уходит от меня, начинаю разговаривать о своём племяннике, о брате моей сестры, о моей дочери. И мы начинаем вспоминать, как мы в детстве вместе куда-то ездили, ходили. Мы начинаем вспоминать какие-то приятные моменты, хоп, она уже выходит из состояния, мама-мама просто мебель, и она уже входит в состояние, а мама-то вроде как часть жизни. И вот на этой раме можно сделать некоторый шаг вперёд. Этот шаг зафиксировали, самое главное, оставили ребёнка в покое. Вы уже добились какого-то результата. В следующий раз, когда у ребёнка будет хорошее настроение, пора сделать следующий шаг вперёд. Опять же, Наденька, ты как психолог меня поддержишь и скажешь, что потерять отношения очень легко, восстанавливаются отношения годами. И вот это только поможет терпению. И дождитесь, пожалуйста, возраста 20-25 лет. В 20 лет, если ребёнок вас начнёт уже воспринимать это счастье, в 25 всё-таки у детей проходит некая переоценка ценностей, и им становится даже стыдно за то, что они делают 14, 15, 16. Вот даже психологи нам на родительских собраниях, в наших школах, хорошие психологи, они нам рассказывают, переживите этот возраст. Никто не вспоминает потом этот возраст как что-то хорошее. Все хотят быть маленькими, либо все хотят быть взрослыми. Никто из подростков не вспоминает, что он хочет быть заново подростком. Поэтому здесь, скорее всего, ещё и подростковая проблема. Потом терпение, и мы вас с Надей понимаем. Да, ну и помним о том, что это всего лишь моменты сепарации, то есть отделения. Я теперь обесцениваю тебя как маму, как папу, потому что мне это просто необходимо для того, чтобы я отделился от вас. Хорошо, главное, конечно, чтобы это проходило без особых эксцессов, потому что есть вещи, которые бывают непоправильные. Ну, а также я говорю, что самое лучшее по надце – это придумать что-то общее. Пусть хотя бы там несколько часов в неделю у вас будет что-то общее, что вы делите с сыном на семейное общение, куда-то вместе сходите, позволит он что-то вместе сделать. Пусть это будут несколько часов в неделю, но это будут бесценные для вас часы. Больше, но больше пока, к сожалению, не рассчитывайте это такой возраст. Хорошо, Маша. Вот, знаешь, просто зарисовка, да? Ну, я думаю, что тебе тоже будет что сказать. По этому поводу не заявляю о себе, не лезу на рожон, не буду… А, не выскочка, но вот уже четвёртый десяток, а по-прежнему в точке ноль. Не. Не. Ну, тут уже… Не заявляю о себе. Да. Рекомендуем. Что? Наденька, давай ты отрекомендуешь, а я скажу некую истину. Давай. Ну, вот я думаю, что вот эта частица «не» надо заявлять о себе, лезть на рожон, выскакивать и, в конце концов, начинать реализовываться. Как, 31-то год уже прошёл, да? 40 тут написано. Ну, у человека есть потребность. Если у человека есть потребность, всё в руках. Самое главное, что ещё потребность осталась. И никогда не поздно. Вы живы, потому что у вас есть эта потребность. Вставайте и заявляйте о себе. Могу сразу же порекомендовать. Давайте, милая моя дорогая, простите, там написали… Я так думаю, что это мужчина. Мужчина, да? Милый мой дорогой. Рекомендация сразу от специалиста по профессиональному общению. Я рекомендую вам записаться на стрижку к замечательному прихмахеру. Я рекомендую сходить вам в салон тайского массажа, получить удовольствие. Я рекомендую вам сходить купить себе новую рыбашку. Начинается весна, гормоны вам помогут заявить о себе. Ну да, 40 лет – это самый сок, я бы так сказала, правда, да? А вообще всё начинается с осознания и с наполнения себя. Потому что если ты в зоне дефицитарности, то тебе всё время будет мало. А если ты в зоне достатка… Я хочу, я могу, я буду, я люблю, я достоин. Необходимо себе каждое утро это говорить. Ну и самое главное, что необходимо быть благодарным за то, что у вас есть. Если у вас сейчас есть потребность всё-таки заявить о себе, будьте благодарны этой потребности, что она ещё жива. Это вот ваш некий якорёк, за который вы притянете… И успех, и счастье, и любовь, и всё остальное, правда? Есть такая притча древняя, буддийская притча. К Будде пришёл человек. Он сказал, Будда, я хочу быть счастливым. На что Будда ему сказал, убери два первых слова, и всё будет так, как ты хочешь. Счастливый. Да. Я счастливый. Я счастливая. Да. Отлично. Я человек, я ценность, я могу, я хочу, я есть. Итак, мы продолжаем программу практической психологии в студии семейный психолог Надежды Бушмелева. И мы с Марией Огарёвой рассказываем сегодня о профессиональном общении. Маша, мы сразу же договаривались с тобой, что у меня будет несколько зарисовок из жизни наших слушателей. Итак, продолжаем. Что же есть ещё? Перестали понимать друг друга с мужем. Вместе уже 20 лет. Тошнит от одиночества. Он уже как мебель. Лера, 40 лет. Я так посчитала. Значит, 40 лет, 20 лет вышла замуж, 20 лет живут вместе. Да, и вот тема общения. То есть общение на нуле. Ну, тут сложный вопрос, потому что необходимо, во-первых, мне бы посмотреть на фотографию хотя бы Леры. Чтобы психотипа уточнить. Да, мужу для того, чтобы понять, что между ними не так, есть некий момент старения, старения отношений. Опять же, замечательная девушка, она написала, потому что её это волнует. Значит, ей необходим этот мужчина. Вот это тоже самый базовый крючок. Ей необходим её муж. То есть не кто-то другой, да? Ей необходимо наладить с ним отношения. Она хочет для него не быть мебелью, она хочет, чтобы он не был мебелью. Значит, что-то там внутри есть. А сейчас весна. Замечательное время. Я такую сейчас немножко, скажем так, сумасшедшую дам рекомендацию. Но я думаю, что она сработает на все 100. Извините меня. Девушка Лера зовут, да? Лера. Ну, что-то вот такое должно произойти, чтобы вы вспомнили, как вы любите и как вам было хорошо. Я предлагаю на неделю покинуть вашего мужчину, побыть одной. Вот то же самое состояние, но только его нет. А потом назначить романтическое свидание. Может быть, это вам поможет. Может быть, вам поможет то, что через неделю вы захотите посмотреть альбом, как вы прожили это время. Может быть, вам стоит каждому сбегать отдельно в некие, извините, салоны красоты, да? И устроить свидание в лучшем ресторане города. То есть необходимо сделать что-то, что разбудит вас интерес друг к другу. Ну, вот смотри, вот это слово тошнит от одиночества. Вроде бы вместе, да? Но одиночество ощущают так, что аж прямо до тошноты. Общих интересов не осталось, общности не осталось. Скорее всего, что у нас часто в социуме связывает? Нас связывают чаще всего дети, например. Тут уже дети, если есть, то они, наверное, большие. Общие бытовые какие-то вопросы. Часто, когда семья начинается, да, и всё хорошо, надо что-то делать, куда-то бежать, что-то решать. И есть, наверное, какое-то вот это чувство совместного интереса. Я, опять же говорю, что мне трудно сказать, потому что я не вижу фотографий, даже хотя бы фотографий людей. Мы так повсуждаем логично. Давай мы сейчас сразу же с тобой объясним нашим слушателям, потому что сразу же, знаешь, я смотрю по фотографиям, да? Ты объяснишь, что это базируется на психотипах. Да, я не из астрального мира, я не из атерик. Ты не подключаешься к космосу. Вообще никакого. Нет, про космическую энергию я говорю, как по программодизирующую энергию, но ни в коей мере я не практикую астрологию, ни в коей мере я не практикую учения каких-то там философов. Почему для тебя важно, чтобы видеть человека? Вот, например, я к тебе пришла, ты меня увидела и сразу же охарактеризовала, да? Я ещё ничего тебе не рассказала о себе, а ты уже знаешь обо мне практически всё. На чём это базируется? Есть такой замечательный психолог, психотерапевт Виктор Пономаренко, который очень доступно объяснил характерологию. Есть такой замечательный психотерапевт-психолог Эрик Бёрн, который разложил наши с вами реакции. Есть куча замечательных психотерапевтов-психологов. Я подчёркиваю, почему там моими учителями являются именно те, кто сначала всё проработал в психотерапии, потом вынесёт это в психологию. Даже в психофизиологию, да? Да, обязательно. А потом легко разбираться в других людях. То есть ты смотришь на человека, и ты прекрасно понимаешь, насколько этот человек прекрасен и для чего он создан на этой земле. Соответственно, и как раз общаться с человеком необходимо, учитывая специфические возможности и специфические черты каждого из нас. Мы все специфичны, мы все разные, но мы все великие, прекрасные, и необходимо это ценить. Чтобы ценить, надо знать. Хорошо. Так, идём дальше. Поэтому ничего близкого к Ванге, кому-то ещё. Ну, мы с тобой прояснили специально, да? Потому что, видишь, звучало. Мне бы надо посмотреть на фотографию. Воду я не заряжаю. Что ещё у меня есть? Вот, пожалуйста. Не могу общаться с секретаршей своего директора. Крашеная, вульгарная, вечно громкоговорящая. А все вопросы приходится решать через неё. Не жизнь, а боль. Елена Т. Вот это, кстати, про деловое общение. Давайте сразу. Елена Т. С уважением отношусь к вам. Елена, здравствуйте. Обращусь сейчас к вам напрямую. Крашеная, вульгарная. Очень будет плохо, если она вдруг узнает, что это о ней. Не дай бог, она как-то догадается. И вы с ней тогда уже диалог никогда не наладите. Не удастся вам это сделать. Потому что вот такой подход «я такая, она такая» он сразу уже настраивает и разделяет вас по обе стороны. Скорее всего, выбирая секретаря, помощника, я так профессиональным языком, красиво, ваш руководитель подчеркнул данные компетенции, презентабельные, украшение офиса, украшение моей жизни и от рада глаз моих партнеров. И с хорошей дикцией, если громкоговорящая, значит. Да, и с хорошей дикцией. Соответственно, у этого сотрудника это основные компетенции. И замечательно. Я рада вашего руководителя. Он справился со своей задачей, раз вы так ее описали. Ваши компетенции профессиональные, скорее всего, другие. Вас держат за то, что вы умеете грамотно пользоваться аналитикой, насколько я понимаю, и интеллектом. Это ценно. Это также безумно ценно. Но человек, который пользуется аналитикой, и человек, который является визитной карточкой офиса, это две абсолютно разные личности. И тут уже необходимо вам, так как вам необходимо решать с ней вопросы, находить способы коммуникации. Способ коммуникации, который я вам порекомендую. Пожалуйста, попейте чай с данным сотрудником. Попробуйте найти общий интерес. У вас могут быть дети и у одной, и у одной, и у второй. У вас может быть еще какая-то важная, интересная, совместная тема, которая вам позволит вместе пообщаться и все-таки принять друг друга. Так как я думаю, что ценные сотрудники вы обе. Вот смотри, причем я вот сейчас отловила такой момент, что директор, наверное, не просто Витак, да, вот взял себе помощника именно такого и сказал, что все вопросы вообще не напрямую со мной, а вот именно через эту девушку. А почему он выстроил, вот мне сейчас объясни, вот попробуй, почему он выстроил вот именно такую коммуникацию? Я затрудняюсь. Предположим, давай предположим. Во-первых, здесь может быть утривовано. Может быть, вот данный секретарь, помощник руководителя, далеко не так недалек, как он представляется Елене. Просто может быть Елена гораздо глубже, и с ее глубины познания, с ее глубины интеллекта, с ее глубины аналитики кажется данная дама слегка легкой. Может быть, если они наконец-то нормально пообщаются, они поймут, как им вместе взаимодействовать, потому что если они хотят работать в этой компании, им придется научиться взаимодействовать. А самое главное, не расстраиваться, что они работают вместе, не раздражаться и не терять на это силы. А наоборот, постараться получать удовольствие от общения. Но вот эта фраза «не жизнь, а боль», она как бы тоже, например, для меня о многом говорит. То есть получается каждый день иду страдать. Скорее всего, это эпилептоид, который, скажем так, не понимает, почему такой ценный сотрудник, как она, находится немножко в тени. И, наверное, еще руководителю необходимо подумать на тему того, доносится ли вся информация, может быть, что-то ценное, вот как раз от этого сотрудника, потому что эпилептоид умеет донести. Я уже вижу, что человек очень глубокий на самом деле. Я уже вижу, что человек не обременен, скажем так, сознанием себя, а человеку очень важно донести ценное, и это ценный сотрудник для компании. Поэтому я думаю, что здесь вот как раз от того, что будет коммуникация, будет просто всем легче. Вот получается еще так. Мы опять-таки возвращаемся к бизнесу, да, возвращаемся к компаниям. Если человек постоянно обучает, например, отдел продаж, но продажи не растут, если человек постоянно... Значит, он не умеет обучать продажи. Да, значит, получается, что вообще продажи и коммуникация, это вообще рядом стоящие, да? Да, продажи и коммуникации – это рядом стоящие моменты. Весь вопрос, куда и кого обучать. То есть если у вас грамотный тренер по продажам, то он прежде чем приступить к обучению, он вам выдвинет некие требования, кого он будет обучать. То есть ему необходима та земля, на которой прорастет семя. Если специалист, который приезжает продажник, говорит, я обучу любого, то, скорее всего, это шарлатан. Потому что обучать необходимо тех людей, кто способен к продажам. Не все способны к продажам. Нереально всех заставить делать холодные продажи. Это высший пилотаж по продажам. То есть здесь, соответственно, первый момент. Необходимо до того, как начать обучать продажам, выстроить систему, когда четко понятно, а кого мы обучаем. Четкую систему, а что будет, когда мы обучим. То есть всегда необходимо градировать задачу, четко ее разлиновывать, четко ее расписывать, четко знать конечную цель, четко знать результат. И когда вы еще идете к этому результату, еще самое важное понимать, что результат иногда может быть слегка не тем, который вы ожидали. Необходимо понимать, что грамотный специалист, который берется за обучение персонала, это не панацея и не бог. Но грамотный специалист вам скажет, я проведу обучение именно таких специалистов, которых вы подберете по таким-то, таким-то компетенциям. Соответственно, следующий момент. Если мы проведем обучение, и мы не достигнем определенного результата, необходимо провести анализ и необходимо выставить новые точки приоритета в обучении. Вот тогда будет обучение грамотно работать, и ни одно обучение не работает, если нет системы. То есть невозможно просто обучить, сказать, что вот давайте я приеду, я вам сейчас тут начитаю продажи, потом я уеду, и у вас все будет продавать. Нифига великого, ничего не будет работать вообще. Необходимо четко понимать, кого обучаем, зачем обучаем. У людей должна быть мотивация обучаться, люди должны четко понимать, что они получат, если они обучатся, первое. Второе, четко понимать, как они это будут использовать. И третье, руководитель должен контролировать процесс использования знаний, полученных продажникам. Это, в принципе, любая сфера. Отлично. Маша, и, наверное, в завершении нашей программы очень хочется узнать о твоем мастер-классе, который когда у нас в городе Кирилля прошел? 6-го, 7-го, 8-го, все 4 дня одно и то же. Дело в том, что я набираю небольшие группы для того, чтобы мне проработать. Я оставлю профессиональное общение индивидуально. То есть мне необходимо каждому помочь пользоваться тем инструментами, которые я проработала. Мне необходимо, чтобы был результат. Мне важен именно результат. Я не рассказываю, что такое профессиональное общение. Я стараюсь проработать у вас навык профессионального общения, чтобы с завтрашнего дня вы уже после мастер-класса вы могли четко приступить к тому, что мы с вами обсудили, и четко уже видеть результаты. И я даже могу рассказать, делаю это на мастер-классе, рассказываю, какие результаты могут наступить с следующего дня, если вы будете делать это, это, это. Соответственно, если двигаться, если учиться тому, что я объясняю, я объясняю очень доступно. Если, например, мы тут затронули вопрос, на чем это базируется, куча психологов, куча психотерапевтов, на самом деле все доступно и просто. Все на самом деле очень легко. Получается, что человек, который придет на твой мастер-класс, он выходит уже со стратегией. Он выходит с горящими глазами, с пониманием, что делать завтра. И в итоге у него уже все ближе и ближе, его мечта. Мы возвращаемся к самому началу. Я даю инструмент. У него есть в руках инструмент. А куда он будет этим инструментом прикладываться, и что он будет с этим инструментом делать, зависит только от него. Будет ли он себя двигать в карьере, посмотрит ли он на свою семью. Потому что пока я тестировал свой мастер-класс, к счастью, я соединил очень много семей. То есть я рассказываю очень много о бытовых манипуляциях. О манипуляциях я рассказываю сначала в бытовых ситуациях, потому что проще всего люди начинают улыбаться, видят себя со стороны и воспринимают это знание очень легко. А все бытовые манипуляции у нас чаще всего связаны с семьей. Ну вот мы сегодня тоже поговорили и о семье, и о коллективе, и об индивидуальности, о той личности, которой каждый из нас с вами является. И этот разговор меня сегодня лично вдохновил на многое. Маша, я обязательно приду на твой мастер-класс. Я хотела задать этот вопрос на один. Обязательно буду. Спасибо большое за то, что ты сегодня была с нами. Это программа практической психологии. Сегодня мы с вами говорили о деловом общении, причем о профессиональном общении, именно об этом общении, все у нас знает Мария Огарева. Не все, я еще учусь. Мне нравится, когда она так и говоривает. Не все, я еще учусь. Ну что, успехов всех. Наденька, тебе успехов. Я еще раз скажу, что я очень счастлива, что познакомилась с таким человеком, как Надя. Я надеюсь, что мы будем долго дружить и много общаться, потому что мне нравятся люди с горящими глазами, которые хотят, могут и которым... На самом деле, не сильно нужен мой мастер-класс профессиональное общение, потому что от природы ты являешься профессионалом общения. Но я буду благодарна, если ты придешь и меня послушаешь. Спасибо. Всем удачи, любви и счастья.